всем привет с вами любомир борода сегодня друзья я хочу показать вам как я собственно делаю вот такие вот браслеты на часы вот сразу хочу сказать что это не мой конек я не фанат данного занятия и скажу почему потому что часы все часы они все очень разные и для того чтобы понять получится на них сделать браслет или не получится надо видеть собственно вот эти крепежи и не буду сильно умничать если у вас сюда проходит паракорд значит браслет вы сделать сможете если здесь очень узкие промежутки и вы как бы вы там не расплавляли это мне не расплющивали паракорд но вот он туда не лезет ну значит ну блин значит я не смогу сделать браслет ну еще есть такой некий вариант что те люди которые занимаются профессионально плетением браслетов для часов ремешков для часов они изготавливают себе специальные такие металлические штучки с дырочками под паракорд в которые собственно одевают на крепеж как обычное звено браслета и тут у них есть дырочки они соответственно от этих дырочек начинают прессать и все у них хорошо получается получается съемный классный паракордовый ремешок вот когда нету вот таких вот штук проговорили рассказал приходится делать браслет уже можно сказать что не съемная потому что даже если я например возьму про плиту одну часть с этой стороны одну часть собственно с этой стороны где они у меня не будет цельного паракорда проходить вот здесь под часами до один будет тут один будет тут два соответственно автономных грубо говоря конца то если вы его один раз снимите то второй раз вы его скорее всего уже не оденете потому что все равно это паракорд он вяжется на собственно вот этот штырь вот и когда вы его вытащите ну если вытащите и вот эту вот фиговинку не будете вынимать возможно вы его назад оденете но я просто не понимаю для чего это ну собственно снять вы его сможете а вот поставить ли назад на какие-нибудь другие часы этот ремешок вы не сможете ну вот точно например если посмотреть вот здесь у меня вот я не уверен что если я его сниму я его даже таким образом вставлю назад ну потому что он носится где-то попадает под воду где-то немножечко грубеет где-то забивается ну и собственно немножко деформируется и так сделать такой браслет который вау мы там с одних часов на другие переставили ну грубо говоря это просто сделать нереально либо может быть кому-то реально но я так не умею вот ну собственно вот я буду сегодня делать браслет на вот такие вот часы сильно заморачиваться я не буду не буду делать два независимых ремешка я просто сделаю полностью целиком грубо говоря браслет браслет на который одену часы вот это будет цельная конструкция когда хозяин будет их носить и уже поймет что он там поистрепался там забился там еще что-то но его можно почистить зубной щёточкой высушить и будет нормально но когда он ему надоест ну просто снимет и выкинет и например я ему сплету новый что нам надо нам я обычно беру для таких дел примерно три с половиной метра паракорда сегодня у меня гвардиан паракорд украинского производителя 550 гвардиан мне он очень нравится очень прикольный удобный и такой вот стальной регулируемый шаку соответственно станочек такого плана который мы выставляем нужный нам размер опять же хочу сразу заметить обратить ваше внимание на то что если вы полетете просто браслеты на станке например с металлическими шаклами да то ну вы знаете какой вам надо выставить размер под определенную запястье если вы делаете часы то соответственно к вашему браслету прибавляйте как минимум сантиметр а то и все полтора потому что часы это часы вот они занимают определенное место плюс мы проводим жил из стропы паракорда здесь которые дают чуть больше объема и если мы сделаем чисто в размер браслета то часы будут очень плотно сидеть на руке и создавать некий дискомфорт такие вот дела ну что начнем так начинаю я как обычно с отмеряю середину как и мы делаем это в любых браслетах и закрепляю на середину нашего наши стропы шакл собственно вот он у нас на месте что мы делаем дальше дальше мы берем станочек собственно одеваем закрепеж опять же как мы делаем любой браслет да только в нашем случае мы прежде чем закрепить за вторую сторону станка мы одеваем собственно часы вот таким образом я завожу две стропы протягиваю ну примерно намечаю середину как вот она у нас будет пока грубо все это и теперь уже снизу завожу опять же через крепеж часов протягиваем таким вот образом да вот здесь я поставлю шакл регулируемый поэтому сразу заводим стропа в него собственно одну в эту сторону вторую стропу навстречу кто имел дело с регулируемый шаклом знает о чем идет речь так собственно вот мы его одеваем и закрепляем закрепить теперь натягиваем правильно как мы всегда это делаем вот что делаем дальше мы видим приблизительно середину вот теперь нам надо понять где наш браслет будет застегиваться поэтому мы смотрим расстояние от данного крепежа до шакла да и расстояние где наш шакл от крепежа будет заходить в браслет то есть получается что здесь часики можно чуть-чуть подвинуть в эту сторону для того чтобы выстроить симметричное положение самого шакла к самой маленькой отметке нашего регулируемого регулируемого отверстия так вот никак не могу попасть сейчас чуть чуть ну собственно нормально так дальше я опа извините дальше что мы делаем мы немножко их сюда поджимаем под серединочку наши стропы вот таким образом для того чтобы чтобы в крайние которые у нас образовались до отверстия освободились мы опять могли загнать прокорд вот собственно с одной стороны и таким же образом с другой стороны здесь мы заводим его сверху ну и соответственно с противоположной стороны мы заходим снизу вот таким вот образом и выводим опять же стропу на наш шакл все это дело хорошо натягиваем собственно прогоняем сюда прогоняем по регулятору и доводим сюда далее как при любом плетении закидываем на скобу и собственно подготавливаем вся к процессу самого плетения ну что друзья я станок поставил немножко поудобнее так как я люблю плести под наклоном вот собственно мы все натянули подтянули и начинаем плести плетем обычную косичку которая наверное дается каждому из вас кто имеет дело с паракордом легко кто не имел дело с паракордом ну смотрите я буду показывать делается все просто просто оплетается основы так сказать две основы тут две стропы тут две стропы и собственно берем одной стропой оборачиваем две пропускаем вниз об этом хвосте пока забываем теперь этот также оборачиваем две пропускаем вниз и вот ту стропу которую только что запустили на эту сторону сразу же возвращаем назад спускаем вниз потом берем то что выше проходим сюда и так далее сложно в этом ничего нет плетение змейка она очень распространенная косичка змейка как в этом называют собственно ничего вязать тут не надо просто обматываем так теперь друзья мы дошли до того момента когда собственными силами без вспомогательных инструментов у нас не получается просунуть в дырочку паракорд вот и тут уже если у вас есть иглы то сразу пользуемся иглой если иглы у вас нету но аккуратненько толкайте каким-нибудь гвоздиком так подбиваем аккуратно и теперь смотрите в принципе опять у нас есть пара вариантов на данном этапе мы дошли до первых как бы нашей верхней стороны наших часов крепления вот на этом можно закончить то есть можно теперь снять с конструкции наш браслет и просто взять снизу отрезать вот эти вот хвосты паракорда и запаять и собственно все я так делать не буду я просто пропущу их снизу и продолжу плести почему я так делаю ну не знаю я не люблю вот это вот резать нарезать а снизу вот этот паракорд который проходит под часами там все равно четыре стропы уже идет если пройдет еще две стропы они как бы и не помешают и от них не будет ни холодно ни жарко вот и соответственно зачем где-то что-то обрывать если мы можем сделать цельную конструкцию которая кстати если вдруг вот нам придется воспользоваться паракордом то лучше уж скинуть паракорд часов да там скинуть вот эти вот штырьки которые удерживают в сторону снять браслет и расплести его и будет у вас там заветные три с лишним метра паракорда такие вот дела поэтому пропускаем снизу и продолжаем плести дальше когда плетем эту сторону стараемся после каждого стежка подбивать их к часам к основе чтобы это все было поплотнее и поинтереснее да и кстати это я вот сейчас говорю вам про эту змейку косичку или как там ее называют ручеек вот по идее можно и кобру сплести вот можно сплести еще что-нибудь собственно принципе тут нету какой-то определенной схемы какое мы делаем плетение главное чтобы вам было хорошо ты это соответствовал наверно там форме дизайн ваших часов вы можете выбрать там различный цвет там пойти еще дальше там сделать кобру и например там проплести ее там декорировать микро кордом но и прочие дела вот собственно я дошел до конца вот и сейчас мы его снимем и я покажу что делать дальше так вот друзья что получилось у меня снизу как вы видите идут стежки потом идут стропы опять же идут стежки и как я уже говорил мы можем запросто какой-нибудь фиговинг и там потом подцепить эти штучки наши стержни металлические вытащить их на хрен и снять браслет с часов расплести и и высушить носки например ну собственно это уже к вопросу о выживании так дальше что здесь мы довели опять же можете проверить посмотреть подошел ли размер чтобы раньше времени ничего там не обрезать вот у меня был размер подошел я это делаю своему приятелю я уже померил руку щас к себе прикинул по себе да там на пару сантиметров больше как она в принципе должно быть вот ну и собственно значит нам надо обрезать хвосты для того чтобы обрезать хвосты но я всегда беру иголочку и загоняю наши хвостики под пару-тройку стежков прокорда как-то аккуратно получается и уютненько так об ну и собственно то же самое делаем со второй стропой это же аккуратненько иголочку заводим так чтобы она не повредила оплёточку она должна сама пойти как вот так сама идет значит все правильно загнали вот он немножко под прижали чтобы форма держалась все было хорошо и красиво вот она да вот так и уже можно обрезать и запаять как это делаете вы я не знаю я это делаю так я пользуюсь медицинскими ножницами они мне очень нравятся в том плане что их можно долго не точить и они не тупятся они отлично режут паракорд выберу зажигалочку и аккуратненько аккуратненько оплавляю край чтобы не зацепить оплетку других стежков не надо ничего сжечь там вот это вот чтобы у вас там горело плавилось капало вот так аккуратно сделали и придавили какой-нибудь ровной глянцевой металлической поверхности чтобы она получилась у вас вот таким вот образом красивенько видите и что вот вот такая вот печать дракона и собственно таким же образом мы обрезаем вторую статью еще раз покажу вопрос а гвардин паракорде до который имеет отличительную черту такой вот красно-черную нить внутри прикольно штука вот такая вот визитная карточка и тут мы делаем все тоже сам почему так вот сгибаю это делают как раз для того чтобы не подпортить оплетку других стежков и также прижимаем красота какая смотрите вот они у нас вот такие вот две штучки получились и собственно одеваем закручиваю смотрим как оно должно быть вот такой вот у нас получился браслет на часы опять же хочу вам сказать что я не считаю себя профессионалом в этом деле это мой взгляд на то как быстро сделать браслет для часов браслет которых вышел из строя этот браслет прослужит гораздо долгое время пока вам наверное не надоест с ним можно будет ходить такие вот дела спасибо за внимание с вами был любомир борода до новых встреч